Приветствую вас! Что тут сказать? Ребята, честно говоря, когда встречаешь такое, ну хоть поматериться или просто послать подальше. Ну смотрите сами, там наше украинское здание, очень независимое, взял интервью у видного английского журналиста, который пишет об Украине, России. Что он пишет? Он сидит в Лондоне. Что он вообще смыслит в Украине? Мене всегда поражает, причем я говорю, я давно общаюсь с разными. Да, чаще всего я, ну так получилось, больше всего общался с финансистами, с банкирами, с МВФ общался с ЕБР. Понимаете, какая ситуация? Причем, ну нормальные люди, нормально общаюсь, все замечательно. Но, брат, когда мне объясняешь, ребята, родные, ну не тратите вы про Украину, если вы за пределами Украины, или если вы хотите что-то рассказать, поживите здесь. Оно уже ваше умозаключение. Ну, честное слово, ребята. Ну вот я говорю, я же в 90-е годы общался, нулевые ходят. Вот я вот при всех, и при Януковиче тоже. Тоже такое. Ну, при Порошенко обмерить тоже. И понимаете, в чем поражается? Они мне рассказывают, как в Украине. Я говорю, вы что, дебилы, что ли? Вы мне рассказываете? Это я вам рассказать. Причем, они же в Украине не бывают. То есть, они, понимаете, они по суде... Это тоже, конечно, поражается. Я читал. Что ты читал? Неужели ты не понимаешь, что если ты читаешь социальные сети, это хайп, срач, и это не Украина? Ага. Не, меня вообще просто поражало. Они будут заключены. Причем, я говорю, что вроде бы нормальные люди. Нормальные люди, но такая ситуация. Я могу уже против массу, массу моментов, дебильства, этих зарубежных экспертов, журналистов и так дальше. Дебильских. Когда мне рассказывают, что, оказывается, в Украине все валютные депозиты, это исключительно деньги астербайтеров. Ты же кретин, что ли? У нас на руках валюты. Когда я ему объяснил, что у нас на руках валюты столько, что немерено, такими глазами смотрю. Да. Вот. Причем это я беседовал с человеком, довольно таким солидным, умным, представляющим МВС. Он даже такой азовный знает. И он трандит. Он еще что-то советует. Меня еще поражает там журналист тоже. Ну, скажем так. Он то как бы скандинавский. Он зданий, но там для шведов пишет. Он мне рассказывал после Майдана. Рассказывал после Майдана, что дух Украины, это дух Бандеры. Говорит, ты же идиот, что ли? Критист. Ну, то есть, по его мнению, на Майдан вышел, потому что вот дух Бандеры проснулся. Что это за кретинизм? Вот это пишет. Ну, про войну тем более. Я говорю, вообще больше. Вот это одна беда, что, понимаете, как? Они не пытаются разобраться, не хотят. Они пишут то, что в их тупую башку залазят. И, конечно, немножко меня вот бесит, когда некоторые наши люди перепечатают, цитируют. Ребята, а кого цитируют? Идиотов? Ну, поймите. Одно дело, если да, действительно, я не спорю. Есть такие иностранные журналисты, эксперты, которые в Украине. Те же банкиры. Да, действительно. Я говорю, вот эта ситуация. Ну, так получилось, что его присылали работать. Сейчас он, правда, не работает. Банк кинул там же контракт. И он работал. И вначале, действительно, очень забавно. Глаза открывали. Вот это, 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 это. А потом, когда он там уже, действительно, поработал довольно долго. И, знаете, действительно, с ним нормально общаться. Ну, даже такая вещь, как обнал, обналичка и т.д. Это нормально. То есть, понимаете, а до этого он так, как-то, я вам объясняю, что у нас экономика так построена, что да, вот тут-то базары, то-то. И он с пониманием. Потому что, действительно, там, вначале такие фантазии были. Причем, такие он предлагал услуги. Я говорю, ты что, такие услуги. Во-первых, они не нужны никому. А во-вторых, вы понимаете, если мы сейчас это сделаем? Разрабатывать. Вот такая ситуация. Так что здесь. Вот такая ситуация. Очень сложно. И, находясь в Украине, разобраться во всем хитрое спортини. Но когда что-то находится за границей, и он еще рассказывает, это смешно. Но то же самое спорить не буду. На сегодняшний момент я, конечно, знаю кое-что, что происходит в Москве и в России. Но меньше, меньше, чем назад. Вы сами понимаете, хорошо, когда... Да ура! Так что вот такая ситуация. И вот такая нюанс. Так что, пожалуйста, если вы читаете какой-то идиотизм, какого-то брендового зарубежного журналиста или эксперта, плюньте. И даже не читайте. Идиота читать – это просто стыдно на себя. Продолжение следует... Продолжение следует...